Мы уверены, вы всегда найдёте в Эльдорадо лучшую цену. А если найду дешевле? Вернут разницу. Ещё и бонус 10% добавят. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Какой-то дуть будет вместо поздно. Не какой-то. И выйти просто королем мира. Чего? Вы не любите эту страну. А вы набирали? С этим человеком я в одном поле срать не сяду. Красавчик. Когда мы договаривались с вами об интервью, вы согласились и поставили ровно одно условие. Чтобы это интервью было как бы в прямом эфире. То есть всё идёт в эфир. От первого до последнего слова. Никакой редактуры. Почему? Потому что у меня есть большой опыт, когда записывают, потом начинают редактировать. Причём не обязательно со зла. Но переставляют какие-то вещи. или какое-то что-то убирают. Потому что кажется, что лучше бы. А потом всё равно пишут больше, чем надо. Поэтому обязательно что-то надо убирать. Мне не нравится это. Я лучше... То, что я сказал, то я и сказал. Я не могу сказать... Нет, это было не так. Это именно так. Но зато это я сказал, и на этом этот вопрос закрыт. Вы очень много передвигаетесь. Расскажите, где вы были за последние семь дней? За последние семь дней я был два раза в Екатеринбурге. Один раз в Новосибирске. Один раз в Ростове-на-Дону. Два раза в Екатеринбурге за семь дней? Да, да. А что вы там делали, если вкратце? У меня были там встречи. Я выступал. И два раза вы выступали в Екатеринбурге? Да. Два раза в этом городе собрались на Познера в течение недели? Ну, разные люди совсем. Что-то, видимо, было общественное, то есть для людей? Просто в одном случае эта компания просела, а в другом это было просто такое. Творческий вечер для сотрудников? Ну, в общем, так. Если не большинство, то многие ваши мастер-классы, не те, которые были у компаний, а, в принципе, те встречи, которые вы проводите публично, собирают людей, которые либо уже в журналистике, либо хотят стать. Ну, например, встречи со студентами. Вас много спрашивают о профессии, задают вопросы. Как вы сами себя чувствуете при этом? У вас нет ощущения, что люди собираются выбрать ремесло, которое сейчас находится в жесточайшем кризисе? И, в общем-то, не нужно ни государству, ни есть подозрения стране? Ну, во-первых, это не мастер-классы. Мастер-классы – это все-таки, когда я делюсь непосредственно профессиональным опытом с людьми, которые этим занимаются. Это встречи с публикой. Там публика большая, может быть, полторы тысячи. И, как вы понимаете, это совсем не те, которые хотят в журналисты. Я надеюсь, что не все. Ну, да, я тоже. Поэтому уже этот вопрос как бы снимается. Да, бывают люди, которые говорят, вот я начинающий журналист, или я мечтаю быть журналистом. Им я говорю, если вы мечтаете, забудьте. Этого делать не надо. В нашей стране сегодня это совершенно ни к чему. Или же просто вы чувствуете, что у вас нет другого пути, что судьба вас назначила журналистом. Но тогда имейте в виду, что это будет очень трудно вам. Поэтому у меня нет такого ощущения, о котором говорили вы. Когда я на факультете журналистики выступаю, вот такое ощущение есть. Я им всем говорю, что в России сегодня нет журналистики, а есть журналисты отдельно взятые. А журналистика как профессия, ее нет сейчас. Она может возникнуть. Я уверен даже, что она снова возникнет. Когда? Как некая четвертая власть. Вот предсказывать я не мастак. Я просто уверен, что это будет. Потому что без этой профессии ни одно государство существовать не может. А давайте просто простой прогноз. Как вы думаете, я доживу до этого? А вам сколько лет? Тридцать. Тридцать один. Я думаю, что да. Если вы будете долго жить. Спасибо. Главным медианьюсмейкером прошлой недели стал человек, которого зовут Артем Шейнин. Ведущий одной из пропагандистских программ на Первом канале. Для тех, кто не знает, Артем Шейнин это тот человек, который год назад широкую известность приобрел, когда в эфире во время дискуссии с одним из гостей сказал, что «Да, я убивал людей». Причем сделал это с такой довольно страшной бравадой. А на прошлой неделе он в буквальном смысле наехал на одного из гостей, который был в эфире. Эксперт Майкл Бом. Есть такой американский журналист. И Артем Шейнин, будучи ведущим программы, ведущим программы, пошел на него абсолютно с хамской аргументацией. «Я сказал сидеть!» Вот так вот. Все это было бы ни к чему, если бы готовясь к этой программе, я не наткнулся на факт, который лично мне раньше был неизвестен. Артем Шейнин, чуть ли не 10 лет, один из ведущих игроков вашей команды. Человек, который делает с вами самые разные проекты, и человек, который работал шеф-редактором программы «Познер». У меня возникает один вопрос. Складывая то, что было год назад, в меньшей степени, и то, что было на этой неделе. Как это возможно? Я работаю с Шейниным 13 лет, если не больше. Еще тогда, когда я делал программу «Времена». Он тогда не был шеф-редактором, но он работал все равно. Он был одним из той группы, которая делала эту программу. А потом он действительно стал шеф-редактором и программой «Времена». Потом, когда она приказала долго жить, то программой «Познер». Кроме того, он ездил с нашей группой на съемки некоторых фильмов. В частности, «Одноэтажная Америка», «Франция», «Италия» и «Германия». А, и «Израиль». Ну, после этого он уже перестал ездить, поскольку у него появилась экранная работа, я так бы это назвал. Значит, он и по-прежнему является шеф-редактором моей программы. Ну, так называется его должность. Он ничего не редактирует. Он, по сути дела, тот человек, который организует. Когда кого-то приглашают, вот чтобы была студия, чтобы поехали за этим человеком и так далее. Ну, завхоз, знаете, вот желание принизить, оно, конечно, хорошее. Ну, завхоз, это не очень, по крайней мере, в нашей стране, говорит, завхоз, ну, понимает, что это нужный человек, но в то же время вы бы хотели быть завхозом? Да, в общем, нет. Понимаете, я думаю так. А вот, он абсолютно не имеет никакого отношения к содержанию программы. Вот. Что касается его, ну, что ли, скажем так, политических взглядов, то я с ним об этом не говорю, и он со мной не говорит. Я более скажу, скажу так, что я просто как бы этого не замечаю. Но вам стыдно за выходку прошлой недели? Я не могу, я, мне бывает стыдно за себя, за других мне не может быть стыдно. Мне это неприятно? Неприятно. Ну, просто смотрите, я не собираюсь отвечать от большинства других. Он, послушайте, он товарищ мой, он, я знаю точно, сделает все возможное, чтобы мне помочь, если мне будет плохо. Он преданный человек. И это факт. А то, что мы с ним смотрим на мир совершенно по-разному, кстати, это обнаружилось именно с тем, когда он начал выходить в этой программе. Потому что так мы об этих вещах не говорили. Ну, смотрите, Владимир Владимирович, я не собираюсь, в отличие от большинства коллег, они много раз с вами говорили, простой разговор с вами, вы делаете очень достойную программу в вечернее время, а в дневное время там творится всякий трэш. Про это я говорить не собираюсь ни в коем случае. Вы много раз объясняли, почему так происходит и все остальное. А просто вы, автор знаменитой фразы во время одного из стилей мостов, когда предатель родины, изменник родины появился, я, к сожалению, не помню его фамилию, фраза, которую вы на английском сказали по поводу того, что с этим человеком, у нас есть поговорка, что с этим человеком я в одном поле срать не сяду. Да. Как с человеком, который так ведет себя в кадре, который так односторонне освещает то, что происходит в мире, который закапывает нашу с вами профессию в землю, вы можете делать одну программу. Разве это не та же категория про срать в одном поле? Ну, во-первых, давайте так, это был не телемост на всякий случай, просто, если вы готовитесь, вы должны знать точно, что я делал. Это я выходил в американском эфире и действительно в программе был бывший наш представитель в Объединенных нациях, который перешел туда и так далее. И действительно, я эту фразу сказал. И то, о чем вы мне говорите сейчас, я вам прямо скажу, что мне очень трудно. Мы много лет работаем с человеком, и у меня не было никогда никаких, никакого повода о нем говорить плохо. Разные точки зрения, это еще не повод для этого. Абсолютно. Да. И то, что происходит сейчас, я могу только вам сказать, что мне это тяжело. А сейчас будет музыка. Здорово, когда не надо платить. Порнофильмы. Одна из любимых моих панк-команд записала новый альбом. И это просто чума. Я гоняю его уже целую неделю и не могу остановиться. А на максимальном качестве слушать и панкуху, и рыбчину, и всю остальную музыку мне помогает вот эта замечательная штука. JBL Boombox. Новая акустическая система от компании Harman. Совершенно сумасшедшими характеристиками. Легендарный звук JBL. Мощность 60 ватт. Несколько режимов прослушивания. В зависимости от ситуации можно выбрать режим помещений для максимальной реалистичности звука или режим на улице для максимальной громкости. Специальная защита от воды по стандарту IPX7. С колонкой ничего не случится, даже если вы уроните ее в воду или попадете под дождь. Аккумулятор с рекордной емкостью 20 тысяч миллиампер часов. Выдерживает 24 часа нон-стоп. В общем, бомбический аксессуар для дома, отдыха, занятий спортом, если любите музло, так же, как я. Ну и самое главное, JBL Boombox в ноябре только в Эльдорадо. Поэтому ныряем по ссылке в описании, переходим на сайт Эльдорадо, вводим промокод Эльдовдуд, получаем скидку 2000 рублей, заказываем и наслаждаемся. Ну а мы поехали дальше. Вы как-то сказали фразу в интервью Ксении Собчак в конце 2014 года в интервью «На дожде». Вы сказали, что есть люди, из-за которых в России нет журналистики. Люди, предавшие и продавшие профессию, надеюсь, когда-нибудь наступит тот день, когда им надо будет уйти. Вы тогда не называли полностью список людей. Я бы вообще никого не назвал. Да, вы назвали не одной фамилией. Я попытаюсь спустя почти три года уточнить. У вас ровно две фамилии. Входит ли в этот список Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев? Значит, я вам отвечу сейчас, но предварительно. У меня такое есть правило. Я о людях, которые работают в моей профессии, не говорю ни хорошо и ни плохо. Просто у меня такой принцип. Значит, в ответ на ваш вопрос я скажу так, без комментариев. Владимир Владимирович, позволю вспомнить интервью, кажется, 2015 года. Да, я знаю. Когда вы сказали, что ни Киселеву, ни Соловьеву я руки не подам. То есть вы нарушили этот принцип? Да, нарушил и не хотел бы больше нарушать. То, что я без комментариев. А дальше догадывайте сами. Еще немного про пропаганду и мы перейдем к другим более, надеюсь, приятным темам и мне и вам. Просто есть один вопрос, который томит меня несколько лет. Там, с 2014, кажется, года, когда я чуть-чуть погрузился в историю советской пропаганды. Совсем чуть-чуть по спортивным делам. Для начала. Вы не раз писали об этом в книге, вы не раз говорили в этом интервью, что вы выкаялись за то, что работали пропагандистом. Это грех, который никогда не отмыть. Вы говорили. Есть ровно одна вещь, на которую я хотел бы навести фокус. 1983 год. В Советский Союз сбивает корейский Боинг, который потерялся, не выходил на связь и летал на территорию Советского Союза в течение четырех часов. Наши ПВО его подбили. Это был гражданский Боинг, который летел из Соединенных Штатов Америки в Южную Корею. Не ПВО. Истребитель. Сила противовоздушной обороны. Да, да. Они это сделали. Диктор Кириллов, знаменитый диктор советского телевидения, в своих мемуарах вспоминал, как на советском телевидении освещали это событие. Он вспоминал следующим образом, что в 1 сентября он готовился начать программу «Время», и перед ним лежал листочек. Листочек, в котором было написано, что он сейчас будет говорить. И там было написано, что мы принимаем всю вину на себя. то, что это роковая ошибка, в силу этой ошибки произошла трагедия. Но за 30 секунд до того, как программа «Время» началась, мы принесли абсолютно другую бумажку с абсолютно другим смыслом. И цитата Кириллова «Все было наоборот». Абсолютно наоборот. И настоящую правду об этом эпизоде не очень приятную зрители узнали только через 30 лет. Спустя несколько лет, во время уже телемоста, надеюсь, тут я не ошибаюсь в данном случае. Телемоста, когда граждане Америки общались с гражданами Советского Союза, какой-то гражданин в сером, кажется, костюме, американец, с усами, встал с микрофоном и стал спрашивать студию советскую. А как вы относитесь к тому, что Советский Союз сбил Боинг? Считаете ли вы, что это было оправдано? Был ли это шпионский самолет или он просто невинно сбился с пути? Фил, я позволю себе очень коротко ответить. Мне кажется, что у нас пошел разговор по той линии, о которой мы хотели, то есть о человеческих взаимоотношениях. Поэтому я думаю, что я могу ответить за нашу аудиторию, сказав, что да, мы убеждены, что это был самолет-шпион, что это трагедия для тех людей, которые погибли, и которые оказались пешками в очень страшной игре. Мы об этом глубоко сожалеем и надеемся, что подписанные соглашения между нашими странами, в частности, в области полета в этом районе, сделают невозможным повторение такой авантюры. Вы на Хоресовском Союзе взяли микрофон, вывели эту студию и сказали буквально следующее. Я думаю, что могу ответить за нашу аудиторию. Да, мы убеждены, что это был самолет-шпион. Пардон за такую долгую подводку, просто чтобы ввести в курс дела. Вопрос. Вы не могли не знать про то, как было на самом деле. Хотя бы потому, что вы общаетесь внутри Останкина и вы точно знали, как в программе «Время» ваши коллеги рассказывали бы про этот Боинг, что это не Боинг-шпион. Но в эфире этой программы вы сказали, что это Боинг-шпион. Почему? Во-первых, я абсолютно не общался и не общаюсь с коллегами, которые ведут новости. Я всегда в этом смысле был на отшибе. И об этом листочке, который рассказывает Кириллов, конечно, я не знал. Конечно, я не знал. Когда это происходило, когда это происходило, я действительно должен был отвечать, наверное, вы не в курсе этого, на вызовы американцев, которые спрашивали. и я говорил примерно следующее, что этот самолет был в воздушном пространстве Советского Союза довольно долго, не отвечал ни на какие сигналы. Это факт, это никто не отрицал. Да. И что, учитывая то напряжение, которое тогда существовало, когда, несмотря на неоднократные даже приказы сесть, он этого не сделал, его сбили. Дальше я сказал так, как бы вы сделали, если бы это был советский самолет в вашем воздухе? По-другому вы бы не так сделали, если бы он точно так же себя вел. Полагаю, что может быть и так. И действительно было ощущение, что это шпионский самолет. Это я говорил. То есть, когда вы говорили, вы были в эфире, вы не знали, что это не шпион. А что это было? Вы знаете теперь? Кто-нибудь знает? Почему он не отвечал, на все эти просьбы? Там много версий. Почему он шел с потушенными огнями? Почему он четыре часа был над нашей территорией? Я бы очень хотел знать, кто-нибудь имеет ответ? Это просто ошибка. Почему тогда не отвечает на вызовы? Когда говорят, иначе мы откроем огонь. Почему? Это же должна же быть какая-то причина. Я не говорю, что это шпионский самолет. Я хотел понять, а что это? Даже если бы это был самолет-шпион с живыми людьми, как, на ваш взгляд, нужно было поступать? Не знаю, и слава богу, не мне решать. Конечно, если шпионский самолет, то там люди-шпионы. Это другое дело. Но если это специальный самолет, чтобы вызвать реакцию ПВО, чтобы потом они могли знать, а где эти точки ПВО, как поступать в этом деле, я бы не хотел быть тем человеком, который должен принимать это решение. Это уж точно. Это сегодня легко сказать. Ну, надо было отпустить, ничего не надо было делать, надо было писать ноту протеста, что-нибудь такое. Надо вспоминать то время, империя зла, которая кончит, так сказать, на свалке истории, когда вообще мы были на грани войны. Реально. Да. Несколько раз. Я прекрасно понимаю. Тогда это одна из этих частей. Поэтому я не знаю. Ваше представление, если это самолет-шпион, то все, допустим, 300 пассажиров это сотрудники спецслужб в штатах? Нет, конечно. Разумеется, нет. Если это специально заслон с целью открыть наше ПВО, а там несчастные люди, которые этого не знают, ну что, это преступление. А что важнее в данном случае? Все-таки человеческая жизнь? С моей личной точки зрения. Конечно, человеческая жизнь. Но если я военный, и я должен выполнить что-то, я не знаю, как бы я поступил. Слава Богу, я не военный. Никогда им не был и не хочу им быть. Если я ничего не путаю, вы вступили в третий брак в 74 года. Сейчас я вступу. Да. Расскажите мне, как надо жить, чтобы в 74 во-первых, еще влекло к женщинам, а во-вторых, ну, в общем-то, добиваться женщин. Что нужно делать? Мне кажется, что это либо есть, либо нет. Я, если бы мне сказали, что я женюсь еще раз, я бы сказал, что вы обалдели совершенно. Это случилось и случилось, но я внутренне еще довольно, видимо, молодой, очевидно, да. По-моему, моя жена даже пришла, я не уверен в этом, но может быть. В тот самый момент, да? В самый момент. А физически? Это спорт? Это что? Травы? Это не сидеть? Здравствуйте. Здравствуйте. Это она. Не сидеть на холодном. Ну, как? Нет, на холодном я могу сидеть. Ну, спорт. Сегодня я играл в теннис, прежде чем вот с вами увидеться. А завтра у меня фитнес, послезавтра опять теннис. И вот это вот, это, конечно, да. Но я это люблю. Потому что я шляпу снимаю перед теми, которые это делают, потому что надо. Я это делаю, потому что это обожаю. Понимаете? Теннис для меня это просто счастье. Вчера я даже могу лечь в 4, что будет там после завтра. Я еду брать интервью у Асанжа. Знаете такого? Так. У Киликс, который. Ну вот. А он в уругвайском посольстве в Лондоне? В Эквадорском. В Эквадорском в Лондоне, да? Вот. Я вернулся в 4 утра и пойду играть теннис в 8. Вот. А вы уже сделали Асанжа? Нет, я лечу. Летите? Послезавтра. Для Первого канала? Для моей программы. А вы говорили то, что не делаете выездных интервью? Ну, в таком случае, слушай. Я же, я с удовольствием бы вызвал его сюда. Но почему-то его не выпустят. И потом я вам больше скажу, если мне предложат кто-то очень значимый где-то, я, конечно, полечу. Долго ли вы добивались Асанжа? Нет. Просто? Да. Оказался. Просто я не мог найти человека, который имел к нему подход. А когда я нашел, то это очень быстро было. Предпринимаете ли вы какие-нибудь попытки, чтобы сделать интервью с Дональдом Трампом? Вы знаете, нет. Хотя, наверное, надо бы. Почему нет? Это же дико интересно. По-моему, у него такой неинтересный. Да вы чего? Такой неинтересный. Неврастильник с ядерным чемоданом. Да, это верно. Но вы знаете, у меня есть аллергия. Причем такая серьезная. Я иногда могу падать в обморок от этого. Да, от глупости. Вы ни разу не упали. Это потому что мы сидели? Да, потому что вы все очень умные. А вы же сами сказали, что хоть молодой и глупый, но я-то понимаю, что это все не так. А Трамп... Ну, конечно, хорошо бы. Но я не думаю, что он мне даст. Нет. Вы вернулись в эфир 2 октября со словами «К радости одних и огорчению, очевидно, других». Кого вы имели в виду под огорченными? Ну, я знаю, что есть немало людей, которые меня не любят, причем разных. Есть, ну что ли, православно-патриотически антизападная часть, которая просто считает меня русофобом, агентом и так далее. Это факт. И я даже в списке русофобов существую. Прекрасный список. Да, я там очень... Да, да, да. Вот. А потом есть нет. Есть либералы, которые считают, что где я, на чьей стороне, почему я не желаю выступить с их стороны. Я пытаюсь занять позицию журналистскую, которая, я полагаю, является объективной. И не выступать за кого-либо. Так что там тоже есть люди, которые меня сильно не любят. Их довольно много, я думаю. Сколько раз за последний например, пять лет программа «Познер» была близка к закрытию? Не знаю. Я не знаю, потому что мне никто не говорил. То есть вам неизвестны какие-то штормовые времена? Я знаю, один раз, когда я сказал насчет государственной дуры. Вот тогда точно, совершенно это было вот-вот. Это мне сказал Константин Львович Эрдст. А как бы это произошло? Как бы закрыли? Да. Ну это я не знаю. То есть просто канал бы отказался от покупки в дальнейшем программе. Да, вот, да, например. И причем я думаю даже, что Эрнст, с которым у меня очень, так сказать, такие хорошие товарищеские отношения, сказал бы мне, наверное, что Владимир Владимирович, ну, что поделаешь. Кроме этого не было? Не было. Может было. Но я этого не знаю. Я хотел про извинения и госдуру чуть позже, но раз вы вспомнили, давайте вспомним сейчас. Ваше знаменитое извинение. Я в одной программе, сейчас цитата, Я в одной программе допустил оговорку, и за нее я извинился. И снова изменяюсь, но только за эту оговорку. По-моему, это прошло довольно незамеченным, по крайней мере, в медиа. Но смотрите, если я ничего не путаю, если мое скудное образование меня не подводит. В той программе вы сказали, что вы вспомнили Салтыкова Щедрина и унтер-офицерскую вдову. И вы сказали, что Салтыков Щедрин написал про унтер. Да, но это Гоголь. Это Гоголь. Да. И это ревизор. Да. Правильно ли я понимаю, что цитата, которую я озвучил чуть выше, она относится к этой оговорке про Салтыкова Щедрина, а не про госдуру? Ну, я не знаю, как вы догадались, но можно так считать. Тогда второй вопрос. Правильно ли я понимаю, что оговорку про Салтыкова Щедрина вы допустили намеренно, потому что предполагали, что какая-то движуха после этого, на мой взгляд, очень изящного наброса начнется, возможно, вас заставят извиняться, и вы сможете сделать еще один изящный финт и выйти просто королем мира. Признайтесь честно, это намеренная оговорка? Посалтыкова Щедрина? Я не помню. Окей. Окей. Как мы говорили про закрытие и все остальное, как вы реагируете, когда иногда, хотя я не знаю, появлялась ли когда-нибудь еще, появляются слухи вокруг программы «Познер». Например, и меня задолбали этим тоже все. Константин Эрнст нашел замену «Познеру». Какой-то дуть будет вместо «Познера». Не какой-то. Нет-нет, известный дуть. Окей. Какой-то известный дуть будет вместо «Познера». Да, да, да. Как вы реагируете? Как вы отреагировали на конкретно это? Мне позвонили и спросили, слышал ли я об этом. Я сказал, что нет. Не слыхал. И все. Вы знаете, очень спокойно. Вы не волновались? Ну, нисколько. Вы не набирали Константина Эрнста? Да вы что? Да что? Ну, это уж совсем было бы странно. А вы набирали, когда вы услышали это? Нет, конечно. Ну, вот видите. Конечно. Но я очень переживал, что вдруг вы будете беспокоиться. Извините мне этот страх. И вдруг вам будет неприятно. Я признателен, что вы беспокоились. Мне это приятно узнать. Извините еще раз за эту ремарку, но вы все правильно делали, что вообще не беспокоились по этому поводу. Все делали правильно. Ваша цитата. На ранних этапах нашей программы все-таки нам шестой год, это вы говорили три года назад, дважды вмешались, предварительно позвонив. Да. Послушайте, там есть такое место, говорили вам в телефоне. Расскажите, пожалуйста, что это за программа? Вы знаете, вот я, честное слово, не помню. Ну, просто три раза это было. Причем один раз даже и не позвонили, а просто сняли кусок. Это с Тиной Кандалаки и Навальным. Это известная программа. Нет. При чем тут это? Нет, нет, нет. Тиной Кандалаки это более свежая программа. Нет, нет. Я, честно говорю, не помню, что, но дважды действительно позвонили, позвонил Эрнст и сказал, что вот хотел бы, считал бы, что это нужно сделать. я дважды согласился, скрипя сердце. А вот когда в третий раз это произошло, без моего ведома, я встретился с Эрнстом и сказал, вы знаете что, давайте договоримся так, вот это произойдет еще раз. Я не любитель ультиматумов, но просто я не могу позволить, что так было. Значит, еще раз будет так, давайте закроем программу и на этом завершим все. С тех пор ничего не было. Назовите героев. С кем были программы? Вот когда это произошло. Когда ряда подрезали. Да я вам клянусь, не помню. Честное слово, вот тут бы я вам сказал. Я просто помню, что это было. Вы помните свои чувства? Может быть, даже из моей прощалки. Вы помните, как у вас проходит вечера, когда вы узнаете, к вам такие новости приходят? Какие? Вы засыпаете. О том, что у вас вырезали, ну это три раза было. Это так давно не было, что я... Хорошо. Когда было тогда? Как вы засыпали? Вам было мерзко? Отвратительно. Отвратительно и часто и не засыпаю. Хотя вообще сплю замечательно. Но вот действительно на душе просто ну погано. С какой мысль вы просыпаетесь? Что заставляет вас снова делать свою работу? Заставляло? Ну я обожаю свою работу вообще. Я просто вот, вот я с огромным удовольствием ее делаю. Вот в таких случаях, конечно, бывали разные мысли, что хлопнуть дверью, вообще уехать, чертовой матери. Зачем это все? Ну это такие, знаете, временные эмоциональные вспышки. Но все-таки удалось отбиться. Тысячу раз с вами говорили про тот самый черный список, который нельзя приглашать. В одном из интервью мне кажется, с коллегой Губиным вы даже цифру обронили. Семь, восемь. Семь. Да, вы сказали. Ну это было право в 2013 году. Какая цифра сейчас? Я не знаю. Я знаю, я могу назвать там, понятно, что людей, которых я не могу позвать, хотя и хотел бы. Например? Тот же Навальный. Почему я хотел? Не потому, что я сторонник Навального, потому что я считаю, что публика имеет право знать, что этот человек говорит. Он ньюзмейкер. И он должен иметь этот доступ. Но с ним смотреть неинтересно, на самом деле, на мой взгляд. Но тем не менее, вот это раз. Но кто еще? Господи. Ксения Собчак. Наверное, да. Ксения Собчак. Я бы с удовольствием ее позвал. Михаил Борисович Ходорковский. Ну, его нет. Ну, я не поеду к нему в Швейцарию. В Англию. Кстати, а, в Англию сейчас, да? Ну, он передвигается много. Вы знаете, с ним произошла такая интересная вещь. Когда он вышел из тюрьмы, вы помните, он сделал заявление, что больше политикой он не занимается. Да. И через некоторое время я позвонил Пескову и спросил, как вообще... я бы хотел пригласить Ходорковского. Но я понимаю, что этот вопрос, так сказать, все равно будет обсуждаться на самом верху. Что вы думаете по этому поводу? И было сказано, что почему бы нет, собственно. Вскоре после этого Ходорковский уже, так сказать, сделал политические заявления. Ну, как бы изменил свою точку зрения. Ну, и когда я перезвонил, он сказал, Владимир Владимирович, человек сказал одно, потом сделал другое. Ну, я сразу понял, что нет. А вы звонили напрямую Пескову? Ну, у меня с Песковым отношения такие, как вам сказать, неофициальные. Ну, кто он такой вам? Он не ваш начальник? Он мне не начальник, но он прекрасно понимает... Нет, он не может мне разрешить или не разрешить. Он может дать совет. Совет основан на том, что он знает какие-то вещи, несомненно. Так что, я как раз пользуюсь этим. К сожалению, да, к сожалению, это так. Видите ли, до тех пор, пока телевидение будет либо напрямую, либо опосредованно контролироваться государством, будет такая ситуация, когда государство будет решать, кто может, а кто не может. Государство в лице, естественно, власти, кто может и кто не может появиться на этом экране. Еще пару фамилий. Шандерович. Ну, я не знаю. Честно говоря, зря бы назвали эту фамилию, но уж коль скоро назвали. Мне бы и неинтересно. Почему вам интересен Сергей Доренко, а не интересен Шандерович? Сергей Доренко работает. Он выходит в эфире. Он знаковая фигура. Это аргумент. Александр Невзоров? Никто мне не запретит, я думаю. Ну, понимаете, есть люди для меня, но абсолютно понятно, что они будут говорить. Абсолютно. Как-то не очень. Ну, я могу позвать его. Могу. Это будет больше для, знаете, такой, как бы сказать, такой фокус. Вот кто. Ну и что? Понимаете, я все-таки хотел бы звать людей, которые либо влияют на то, как мы живем, то есть политики, члены Государственной Думы и так далее, которые влияют непосредственно на нашу жизнь, либо каких-то очень интересных людей. Вы слишком часто говорите «мг». Я буду, это действительно минус, спасибо большое за этот аргумент. Очень здорово, что это останется в программе. Вы согласны, что интервью с Дмитрием Медведевым в 2012 году неудачное? Согласен. Почему? Он поначалу меня поразил тем, что он пришел, не попросив никаких вопросов заранее, в прямом эфире. То есть, я думал, что наверняка сейчас начнется «давайте вопросы, да давайте запишем, да вы приходите ко мне, а не я к вам». То есть, у меня сразу возникло некоторое чувство благодарности, должен сказать, что он так вот поступил. Для нас это не характерно, для нашей страны. И я из-за этого просто не стал задавать вопросы, которые я должен был, обязан был задавать. Это просто я... Это стокгольмский синдром? Похоже на него? Ну, если угодно. Это просто... Вот мне неловко было ему задавать эти вопросы, учитывая вот с каким... с какой легкостью он ко мне пришел. Я себя не оправдываю. Я говорю, что это было с моей стороны провальное интервью. Да. То есть, все эти вопросы про Грузию, про почему передумал и все остальное, это было в списке, но вы решили не задавать? Нет, в списке это было вот здесь. Окей. Еще у меня было ощущение... Я снова экнул, да? И буду думать теперь об этом так же, как о ровной спине. У меня просто было ощущение после этого... Ну, что это стратегическое интервью еще в том смысле вы в прощалке впервые, кажется, говорили о госте. Вы так не делаете, как про... о чем-то отвлеченном говорите. И вы тогда сказали, что надеюсь, теперь высокопоставленный люди будут приходить. Мое было полное ощущение, что это такая стратегическая инвестиция Познера в то, что босс, один из боссов начальников пришел, не бойтесь и вы. Отчасти и так. Не то, что не бойтесь, но раз он пришел, то как же вы им не отказываете? Но это так не получилось. Земфира, после того, как приходила к вам, назвала поход к Познеру эпик фейлом. Как вы думаете, почему? Не знаю. Ее надо спрашивать. Я ее не спросил. Как у вас впечатление осталось? У меня впечатление неплохое осталось. Она, конечно, зажата была поначалу. Ну, спрашивается, а для чего она приходила? Я ее пригласил. Мне было интересно. Я вообще считаю, что она очень яркий человек и очень значимый человек. Вот. И мне было важно, чтобы она пришла. Она могла бы мне сказать, Владимир Владимирович, спасибо большое, но я не приду. Ну и ладно. Но она все-таки пришла. Была страшно зажата поначалу, только где-то во второй половине немножко стало нормально, ну оттаяло что ли. Я считаю, что все равно получилось интересно. Могло быть интереснее. Ну, знаете, не все интервью удаются. Это чистая правда. Валерий Владимирович, вы сами одеваетесь? Да. Откуда это? Ну, стиль, умение подобрать. Мама, да? Мама, да. Главный вопрос, который у меня всегда терзает, когда я вижу вас на публичных мероприятиях, где вы берете эти яркие, ядовито-яркие носки? Салатовые, розовые, желтые, все ясные. Вот как сейчас, да. Красные. Вы закупаетесь в конкретном магазе? Вы знаете, с носками чаще всего в одном, да. Называется он Джон Лобб. Это Нью-Йорк? Нет, это Лондон. Лоббс? Лондон, да, это Париж. У нас тоже есть Джон Лобб. Отделение. А сколько у вас пар? Сто? Нет. Я думаю, двадцать. А, этого вполне хватает. Да. Оцените мой лук, как старый Дэнди. Нет, но вы же специально так одеваетесь для ваших зрителей. Я же это понимаю прекрасно. А как? Как бы вы это объясните? Ну, молодежная такая. Подростково-старший класс. Франжерская такая несколько. Такая вот. Вот посмотрите, какой я кул. 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 Кул, да, да. Я тоже думал, может мне одеться так? Думаю, нет. Какой есть, такой есть. Да, лучше быть органично. 2013 год. Вы сняли фильм про Германию. Вместе с Иваном Ургантом. Да. Согласны ли вы с тем, что ваша работа там, как ведущего, это провал? Нет. Не согласен. Тогда давайте я объясню. Почему это провал? Смотрите, я привык к Познеру, как, понятно, что не бывает полностью объективных людей. И вообще объективность, это скучно во многих вещах. Ну, надо быть объективным, но тем не менее, не всегда есть риск, что ты в сухость перейдешь. Сухость, которая погубит, особенно такой инфотейментовый формат, как вы с Ваней выбрали в этих роудмувис. Но тут я увидел человека, вместо объективного, извините за апатетику, мудрого человека, я увидел человека, который на протяжении двух серий затыкует себе просто... Там же было не две серии, там было восемь серий. А, на протяжении... Окей, я просто смотрел с мотами большими по нескольку часов. Извините, это пираткой скачано было, поэтому многочасовые. Вот, тем не менее, я увидел человека, который просто... делает все, чтобы яд и обида, которые есть у него по отношению к стране, они на зрителей... В общем, они в любом случае выливались, но не так сильно, как он хотел. Зачем вообще было ехать? Вы не любите эту страну? Вы не любите эту нацию? Я отчасти понимаю, но зачем было браться? Вы знаете, я хотел это сделать, мне было интересно понять, насколько я смогу это сделать, потому что мое отношение к Германии и к немцам это моя проблема, а не их проблема. Тем более, что там живет важная часть моей семьи, давно живет и будет там жить. И мне было интересно, насколько я могу справиться с собой. я получил самые разные отклики по поводу этой программы, от благодарных до таких, как говорите вы, как же вы так и так далее. Мне не стыдно за эту программу, я вам искренне говорю. То, что мое отношение так или иначе можно было почувствовать... Ну, послушайте, когда я сделал фильм о Франции, многие говорили, что чувствуется моя любовь к этой стране. И ничего. Это ничего. А вот если чувствуется нелюбовь, то это чего? Я с этим не согласен. Любовь помогает расцветать, в том числе картинки, если это нелюбовь к Дмитрию Медведеву или Владимиру Путину, как у некоторых ваших коллег, когда они приходят к нему на интервью. Ваши коллеги тоже. Вы можете сколько угодно сделать вид, но тем не менее. Так, значит, ну, вы это расцениваете как провал, и это ваше право. Вот что важно. Тогда пару уточнений, если позволите. Цитата. Я не хотел... Прямо из вашего, пока вы едете за рулем машины. Я не хотел ехать по Германии. Да. Настолько во мне сидит память и обида за войну, за все эти концлагеря. Да. Правда. Да, я все понимаю. Владимир Владимирович, но вы живете большую часть жизни в стране, где, в общем-то, были свои концлагеря, где был ГУЛАГ, где миллионы наших с вами сограждан таким же образом были погублены, как и... Ну, не таким же образом, но были погублены. А в чем разница тогда? Почему вы не чувствуете этого неприятия и обида, находясь здесь, находясь у нас? Ведь, по сути, почва та же, только чуть-чуть по-другому. Это и так, и не так. Значит, Германия меня, во-первых, коснулась непосредственно. Расстреляли моего деда немца из-за того, что фамилия его Познер. Ближайший друг моего отца кончил в газовой камере. И там это было преднамеренное... Это было преднамеренное желание уничтожить. Это была задача. Уничтожить всех евреев. Это было прямо так поставлено, окончательное решение еврейского вопроса. Ну, а заодно и более второстепенные нации, как то славяне, которых надо использовать как рабочую силу, пока они не сдохли от голода, и тогда можно других. Тот ужас, который творился в Советском Союзе, ужас, имел другое направление. От этого не легче тем, которые погибли, но мое отношение к этому другое. Кроме того, здесь все-таки был 20-й съезд. Все-таки было выступление Хрущева. А все-таки очень многих вернули, которые были еще живы. И поэтому мое отношение к тому, что происходило здесь, не такое, как к тому, что происходило в Германии. И скажу я больше, я не делаю фильма о России. А если бы делал, то вы можете быть совершенно спокойны, что о ГУЛАГе и о том, что творилось, я бы сделал очень даже подробно. Тогда еще одна цитата. Пардон, что она длинная. Есть ли какой-нибудь народ, у которого выработан иммунитет к крысолову? Народ, который ни при каких обстоятельствах не пойдет за его пленительной дудкой. Думаю, такого народа нет. Думаю, однако, что есть более и менее устойчивые, более и менее сопротивляющиеся, более и менее готовые, зажмурившись, броситься вслед за крысолову. Два вопроса коротких. Правильно ли я понимаю, что в этой фразе вы называете немцев менее сопротивляющимся и менее... Оцените тогда по этой части наш народ. Русский народ. Туда же. К немцам? Ну, менее, менее склонны или умеют сопротивляться к крысолову. И это неоднократно просто доказано историей. Вы рассказывали, что встречались с Владимиром Путиным, обсуждая две темы. Первая тема — это общественное телевидение. И вторая тема, если опять-таки я ничего не перепутал в тоннах текста, видео и все остальное, готовясь, вы просили за Леонида Парфенова, чтобы его вернули. Как это выглядело? Дело в том, что я не собирался ничего говорить о Парфенове, поскольку, когда я просил о встрече с Путиным, у Парфенова все было в порядке. Он работал на НТВ и все было нормально. Но к тому времени, когда меня принял Путин, и, кстати, принял в общем довольно легко, это не было каким-то многократной просьбой и так далее, но я действительно хотел с ним говорить о необходимости создания в России общественного телевидения. К этому времени ну, в общем, выгнали Парфенова с НТВ. И так как я к Парфенову отношусь как к одному из самых талантливых журналистов российского телевидения, я хотел всячески попытаться что-то сделать. И когда я пришел к Путину, он, кстати, принял меня вот как я одет, то есть вот без пиджака, просто в кремле. В кремле, да. Вот. И я ему, значит, сказал, что я пришел вообще-то с одним вопросом, но возник второй по ходу пьесы. И дальше я ему все изложил. Значит, сначала по поводу общественного телевидения, даже я не помню порядок, но... Ну да, про него вы рассказывали, а вот что про Парфенова он ответил? Я ему сказал, он мне сказал, что ну, он себе напозволял вообще. Я сказал, ну, возможно, но это самый талантливый человек на нашем телевидении. И я хотел спросить, как вы отнесетесь к тому, чтобы Парфенов и я вместе делали еженедельную новостную программу? Об этом я говорил предварительно с Эрнстом. Как бы к этому он отнесся. И Эрнст сказал, что он был бы, конечно, ну, сильной была бы, очевидно, программа. Надо полагать. Напомните, это 2004 год. 2004 год. И мне Путин сказал, ну, я не возражаю. Ну, я страшно обрадовался. Я позвонил Лене и сказал, что вот такой вот разговор. Позвонил Эрнсту, сказал ему. И, в общем, все было потрясающе. Но на следующий день это уже, я знаю, по рассказам я не был. Ну, как будто бы к Путину пришел Добродеев. Руководитель ВГТРК. ВГТРК, да. С будущим руководителем НТВ, Кулистиковым. Угу. И сказал, что вот я предлагаю Владимиру Михайловичу в качестве генерального директора НТВ, но среди условий, которые были поставлены, это то, чтобы Парфенов не вернулся ни на какое телевидение, только на НТВ, если вообще вернется. Угу. И, как я понимаю, это условие было принято. И поэтому моя попытка оказалась тщетной. Угу. А, Владимир Владимирович, объясните мне молодому и глупому вот механизм. Просто, на мой взгляд, цепочка разбивается очень быстро. Вы пришли к Путину и попросили у него по сути дозволение делать программу. Я понимаю, первый канал государственный канал, там мнение Путина важно, потому что, грубо говоря, он и платит деньги, да, как руководитель государства. Не он, а тот бюджет, который у него есть. Но это же бессмысленно. Ведь, ведь это же до первого информационного выстрела по Путину. Как только... Как понять? Ну, только до тех пор, когда Путин совершит какую-то ошибку, произойдет какой-то вопрос, который потребует вашей резкой реплики, парфеновской резкой реплики. И все. И зачем тогда в принципе ходить, если ты понимаешь, что это... Я вам скажу, я вам скажу, потому что я придерживаюсь, и это очень твердо, я придерживаюсь такого правила, надо обязательно попробовать. Это клевое правило, да. Я попробовал бы. Но если бы нам закрыли программу, по крайней мере, у меня на душе было бы спокойно. Я, по крайней мере, сделал все, что... Пролетая над гнездом кукушки. Именно так. Вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, но именно вам интереснее его задать. Путин красавчик? Нет. Вы имеете в виду физически? Нет, я имею в виду как государственный деятель, как политик. Физически нас не очень интересует. Силен. Силен, конечно. Красавчик не то слово. Совсем. Красавчик предполагает что-то другое. Чем он силен? Он, очевидно, силен в умении поставить то, как он понимает интересы России таким образом, что приходится с этим считаться. Приходится. Я очень хорошо помню нашу страну во времена Бориса Ельцина и помню, как просто ее не было. Ну, на международной арене просто нет такой страны. Не имеет она никакого значения. Она там где-то, чего-то телепается и бог с ней. И надо сказать, что за годы путинского президентства конечно, это сильно изменилось. и то, что очень отрицательное отношение к России через Путина отчасти с этим связано. Отчасти. Потому что расчет-то был такой, что России не будет. Я вам очень советую прочитать, например, доктрину Волфовица, это очень крупное явление в Америке, где просто ставятся определенные задачи. Мы должны добиться того, чтобы больше никогда ни одна страна не могла бы нам угрожать, как это делал Советский Союз. И это касается прежде всего России. И эта доктрина, она была принята. Она была принята. Я ведь совсем не, как сказать, не сторонник Путина. Это не тот человек, которого я буду стоять горой и так далее. Но я просто понимаю, как это происходило. Надо почитать такого человека, как Джорджа Кеннена. Может быть, самого крупного американского политического мыслителя, который придумал как политику сдерживания Советского Союза. Именно сдерживание, чтобы не было войны. И как он отреагировал, когда, скажем, Клинтон распорядился, чтобы расширить НАТО. Он сказал, это катастрофическое совершенно решение. Это приведет к изменению политики России, такой, которая нам совсем не понравится. Понимаете, у нас, как мне кажется, по крайней мере, так называемые передовые прогрессивные люди считают, что все здесь плохо, а там все хорошо. Я придерживаюсь другой точки зрения. Очень много плохо здесь, но там далеко не все хорошо. И вот Путин нравится это, не нравится, он сумел вернуть Россию, заставить остальной мир, и в том числе Соединенных Штатов, считаться с интересами России. Они сказали, слушайте, вы проиграли холодную войну? Сидите. А цена, которую он это сделал, на ваш взгляд, оправдана? А какая цена? Отсутствие свободных СМИ, большие вопросы. Это ни при чем. Отсутствие свободных СМИ, это ни при чем. К этому не имеет отношения. Но подождите, Путин выстроил, подождите, Путин выстроил режим таким, такой, в котором нет свободных СМИ. Согласен. И именно этот режим позволил ему нанести Россию на карту. Нет, это вот я не считаю. Понимаете, вы делаете знак равенства между отсутствием свободных СМИ и нанесе им Россию на карту. С этим я не согласен. Уничтожение всей политической системы. Всей. То есть? Ну, вам есть что ответить на вопрос, кто, если не Путин? У меня, мне нет некого назвать. И на мне некого. Это показатель того, что политическая жизнь роится вокруг одного единственного человека. Вряд ли это плохо для государства, вряд ли это хорошо. Это, на мой взгляд, нехорошо. Вот. Ну, вот я эту цену имею в виду. После Путина выжженная земля. Здорово ли это? Вот эту цену. Во-первых, не выжженная земля. Во-вторых, не выжженная, не выжженная. Еще много всяких людей. Другое дело, что он действительно сильный. Он на самом деле сильный. А, ну, кто? Ну, например, Навальный. Вот, пожалуйста, он есть. Ну, как-то вот не очень. Мы же не в новом эфире Первого канала. Конечно, не Навальный. Конечно, не Навальный. Но вина в том, что не Навальный ни тот, ни другой, как мне казалось, именно на том человеке, который все это время уничтожал конкуренцию политическую. Я, возможно, что-то не понимаю. Ну, мне кажется, что это отчасти так и отчасти не так. Потому что вот мы с вами ни в чем не виноваты. Ну, 52% потенциальных избирателей не пошли голосовать А я хожу. Нет, во время Государственной Думы выборов. 52%. И я вот задаю вопрос. А вот если эти 52% проголосовали бы за Яблоко, и оно бы имело тогда, она бы, или оно, партия, или Яблоко, имело бы большинство в Государственной Думе. Что тогда? Вот это вот безразличие, апатия и то, что подавляющее большинство народа, а тут мы никуда не можем деваться, поддерживает Путина. Это же факт. А это почему? Потому что они дураки. Ну, почему тогда? Значит, это же не, понимаете, там, мне не нравится ситуация. Это не моя ситуация. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Но я был бы очень осторожен в формулировках и в выводах. Три ваших претензий, если коротко, к Владимиру Путину. Резкое уменьшение, ограничение демократии, который выражается в отсутствии независимых СМИ, в отсутствии реальной политической жизни, существование четырех партий, из которых три могли бы и не существовать. Да. и в отсутствии каких-либо организаций, которые могли бы быть в оппозиции. Я имею в виду НКО, которые сразу попадают в число иностранных агентов. для меня это самое главное. Вот это самое-самое главное. Приостановка или отталкивание что ли демократии является причиной всех остальных вещей, которые происходят. Но я хотел бы сказать одну для меня важную вещь. все люди, которые являются руководителями России, политическими, экономическими, так далее, бизнес, все они советские люди. Они все родились в Советском Союзе. Они все ходили в советскую школу. Они все были членами юных пионеров, комсомола и очень часто членами партии. Они продукт общества, которого больше нет. Они попали в другое общество. И они должны своими мозгами теми, не хорошими, не плохими, но теми управлять этим. И они не умеют это сделать. И это проблема, которая будет существовать довольно долго. Пока люди, которым сегодня 15 лет, займут эти посты. ничего с этим не поделаешь. Они вот такие. И поэтому они поддерживают то, что они поддерживают. И последняя вещь в интернете, которую вы увидели и которая бы вам понравилась. Я понимаю, что то, что я скажу, ужасно, но я не смотрю интернет. Почему? Неинтересно. Неинтересно, потому что, потому что, ну, это прекрасное средство для выражения своих мыслей, своему мнению. но я просто, у меня очень много всякого. И мне, ну... Владимир Ильич, вот вы понимаете, что общаясь с вами, ты никогда не понимаешь себя на мысли, что я общаюсь с пожилым человеком, с человеком, который старый. Но почему у меня появляется такое ощущение впервые, когда я слышу, когда вы говорите... Мне некогда, понимаете? Мне... У меня очень... Но вы же журналист. Я журналист. А для того, чтобы быть журналистом, нужно быть в контексте. И нельзя... Что значит в контексте? В контексте чего? Того, что актуально в мире сейчас. Ну, а я знаю, что актуально в мире. Прекрасно даю себе об этом отчет. А что, только если я буду следить за интернетом, я буду понимать? Ну, там просто происходят некие революционные вещи, которые... Например. Ну, давайте революционные вещи. Ну, начнем с того, что очень много людей уходят в интернет. Владимир Ильич, я... Я знаю это. Нет. Вы понимаете, что на Ютубе я сейчас не буду называть конкретных вещей, потому что уже я, уже кто-то из нас окажется нескромным. Вот. Но вы понимаете то, что если смотреть рейтинг телесмотрения, например, программа «Познер», я специально запросил рейтинги с весны до октября. Да, да. И в абсолютных цифрах каждый выпуск смотрит, если мне ничего не изменяет память, от полутора миллионов до трех миллионов человек. Вот. В зависимости от выпуска и всего остального. Но на Ютубе есть программы, и не только наши, которые смотрят больше, чем поздно. Гораздо больше, да. Разве это не повод обратить на это внимание? Ведь я в курсе этого. Я в курсе, что есть такие программы. Ну, например, ваши. Я посмотрел, наверное, пять или шесть ваших интервью. Ну, мне интересно, потому что мне интересно, как вы работаете. Но контекст здесь ни при чем. Я смотрю вашу программу и говорю, да, ну, конечно, он работает с оглядкой на свою аудиторию. Поэтому он матерится, например. Потому что там это как-то очень, ну, клево. Вот так вот сделать. Поэтому он так одевается. Поэтому он так стрижется. Ну, понятно, он работает на свою большую аудиторию. Я на эту аудиторию не работаю и более того. Я не работаю ни на какую аудиторию. Я работаю и работаю. И, честное слово, не думаю, кто смотрит меня. Просто вообще у меня нет этого вопроса. Но когда я говорю, что я не смотрю интернет, я имею в виду, что я там не сижу. Есть люди, которые просто оттуда не вылезают. Это правда же. А когда они говорят, что они не смотрят телевизор, они смотрят телевизор. Но в интернете. Конечно. Чем вы зарабатываете, кроме программы? А вам-то какое дело? Последующая серия вопроса. Ну, во-первых, нам, нашей программе, прямое дело. Потому что мы в каждой программе говорим про деньги. И если вот здесь не появляется титр с дзынем хотя бы раз, то можно считать, что программу под нож можно отпускать. Сколько? 50-150 тысяч рублей. 250 тысяч баксов миллиард рублей. Это немного, на самом деле. Вы поймете, почему я спрашиваю из вопроса, который через два в моем списке распространяется. Нет, ну, дело в том, что я зарабатываю своей профессией. Я иногда зарабатываю выступлениями. Ну, собственно, все выступления этой недели, они же были за гонорар. Не все, но почти все. Да. И все. По-моему, все. Может, вы что-нибудь напомните? Нет. Нет. Я люблю проводить инвентаризацию, но все-таки в вашем случае мне ничего больше на ум не приходит. А самая дорогая вещь, которую вы держали в руках? В денежном выражении? Да. Что ж это могло быть, а? Что ж я такого держал в руках? Моя вещь или вообще вещь? Вообще, которая как-то у вас оказалась. Лучше бы ваша, но чемодан с наличными. Нет, никогда такого не было. Нет. Наверное, вот когда-то, когда я был в Штатах, одна женщина дала мне подержать бриллиант, который стоил что-то 8 миллионов долларов. А почему она дала подержать? А? Почему она вам дала его подержать? Ну, просто ей вот, я сказал, ой, а можно посмотреть? Я таких бриллиантов не видел. Что вы испытали, когда трогали его? Да ничего, очень любопытно было. А, то есть никаких мурашек, возбуждения? Вы знаете, к деньгам я очень равнодушен. Поверьте мне. Тогда расскажите о последней вещи, которую вы не смогли себе позволить. Вы посмотрели... Которую я хотел бы? Хотели бы, да, но подумали, дороговато. Ну, например, вы, если я ничего не путаю, вы ездите на Ягуаре? Да, но я не покупал его. А, это амбассадорский Ягуар. Хорошо. Что-то другое. Машина. Ну, нет, вы знаете, вот машины, я могу позволить себе купить, как мне кажется, любую машину, которую я бы хотел. Но меня не интересуют Бугатти, Феррари. Порш Каен вы купите... Куплю. Куплю. Да. Тогда вопрос в следующем. Если представить, я искренне... Я бы хотел, например, иметь самолет. Небольшой самолет. Фалкончик. Да, чтобы летать. Это очень удобно. Очень. И иногда я летаю, когда другие меня приглашают. Я понимаю, что таких денег у меня нет и не будет. Поэтому я к этому отношусь спокойно, но с завистью. Если представить, что на следующей неделе я искренне вам этого не желаю, более того, я буду категорически грустить из-за этого, ваша программа закончится, закроется, и вы больше не сможете работать журналистом в России. Тех денег, которые у вас есть, хватит на то, чтобы не работать до конца своих дней? Или на сколько лет не работы вам хватит денег? Ну, хватит, если только жить не так, как я живу. Если жить не так, как я живу, то хватит. А если на сколько лет хватит, если жить так, как я живу? Ну, кто его знает? Ну, не знаю. Потом, слушайте, мне 83 года, поэтому, знаете, мне предстоит... Кто знает, сколько я буду жить? До сотни-то вы должны... Ну, не обязательно. Если мне было 30 лет, как вам? Этот вопрос имел бы смысл. А когда 83 года, ну, что значит на всю жизнь? Ну, еще два, ну, три. Понимаете? Вот, так что... И потом, я действительно считаю, что могут закрыть. Могу. Себе это легко представить, потому что мне часто задают вопрос, а почему тебе позволяют говорить то, что ты говоришь? Я говорю, я не знаю. И правда не знаю. Может быть, просто потому, что это, типа, ну, любимого жида при генерал-губернаторе. Не знаю. Ну, или, как Олега Губин, кажется, выразился про вакансию на Оренбурга. Когда он говорил про... А, да-да-да. Говорил, что нужен такой человек не только Иосифу Сталину, но кому-то еще. Ну, да, возможно. Я Губина не читал, но я допускаю. Но дело в том, что... Дело в том, что... Тут взвешиваешь. И я говорю себе, да, может быть, даже меня в этом смысле используют, но я-то ведь свое дело делаю. Я выхожу на довольно большую публику, и это для меня важнее. Так что, черт его знает. Смотрите, тогда финальный вопрос, Владимир Владимирович. Попробуйте мне, молодому, глупому, объяснить. Да-да-да. Вы это второй раз говорите. Да, нет. Потому что я хочу понять, что я пришел не подкалывать вас. Я пришел действительно понять какие-то вещи, которые меня, как давнего поклонника вашего творчества, волнуют. Смотрите, у вас все есть. Вы прожили невероятную жизнь. Не приведи бог, если бы там в ближайшем будущем вам что-то случилось. Все равно можно было бы сказать, этот человек прожил ярко, круто, чего только не видел, и он невероятный красавец. У вас все есть. Красавчик. Красавчик, да. Да, правильно. Вы все правильно сказали. У вас все есть. Вы много чего видели. Да. В общем-то, все. Вы видели все. Но вы все равно остаетесь в этой как бы журналистике с кучей компромиссов, с невозможностью приглашать людей, с необходимостью звонить Пескову, когда вы не работаете с ним. Нет, необходимости нет. Это желание. Окей. Мое. У Владимира Путина спрашивать разрешение, можно ли вам делать программу, хотя это ну никак неправильно, потому что Владимир Путин будет одним из героев этой программы. И это в любом случае неправильно. То есть, по сути, Познер, несмотря на то, что у него все есть, все было, и ему ему должно быть нечего бояться, но вы все равно боитесь расстаться с этой жизнью. Жизнью? Ну, комфортной жизнью в телевизоре, востребованностью со всем остальным. Так. И у меня возникает вопрос. Пусть звонит телефон. У нас телефон дома. Дома звонит телефон. Ничего страшного. Это же естественно. У меня возникает вопрос. Если боитесь даже вы, то как должны вести себя мы? Те, кому около 30, у которых столько его нет, и которым бы хотелось бы пожить и в профессии, и в любимой родной стране. это очень хороший вопрос, наконец. И я попробую на него ответить, и боюсь, что это будет не очень короткий ответ. Я вообще ничего не боюсь. Я боюсь акул. Это правда. И у меня есть причина бояться акул. А так я ничего не боюсь. я понимаю, в какой стране я живу. И я понимаю, что в этой стране согласно правилам игры есть вопросы, которые решает первое лицо. И не важно, как его фамилия. Путин, Ельцин или кому, какая-то неизвестная. Я понимаю, что если я что-то хочу делать, что-то одно, нечто, то никто не может дать на это добро без этого человека. Это отдельно особые вещи, например, создание общественного телевидения. Вот никто, кроме первого лица, решить этот вопрос не может. В нашей стране. Значит, либо я буду стараться это делать и пойду к нему и буду добиваться этого, либо нет. Но если нет, так и не будет ничего. А вдруг я чего-то добьюсь. Теперь, в отношении программы с Леней Парфеновым, которой не было, я вам уже объяснил. Попытка. Это попытка. Опять-таки, это в нашей стране. Ведь когда его выгнали, вы понимаете прекрасно, что это на самом верху было известно и понятно. Значит, на самом верху это надо решать. Это Россия. Это не какая-то другая страна. я здесь живу. Я здесь делаю свою работу. Почему бы я не хотел ее терять? Потому что я ее люблю. Но главным образом, потому что, когда я езжу по стране и не только, вы меня заставляете говорить не очень скромные вещи, но тут я вынужден. Вы не представляете количество людей, которые ко мне подходят и говорят спасибо, спасибо. значит, я понимаю, что то, что я делаю, кому-то нужно. Владимир Владимирович, извините, что я перебиваю ваш долгий ответ. К Владимиру Соловьеву подходит еще больше людей на таких же встречах и говорят спасибо, Я говорю не о встречах, а я говорю просто на улице или где-то. Возможно, к нему подходит, я не знаю. Я допускаю вполне. У него аншлаги по всей России. Я говорю о своей, как вам сказать, о своем отношении к тому, что я делаю. Я это делаю, потому что я считаю, что это нужно и потому что я это люблю. Не хочется это терять, конечно, но я работаю в тех условиях, в которых можно работать. Да, я иду на некоторые компромиссы, но я при этом себе не изменяю. Я просто знаю, да, ради того, чтобы делать то, что я делаю, я готов согласиться, что я каких-то людей не могу позвать. Конечно, есть люди, которые скажут, что это неправильно и что лучше хлопнуть дверью и не делать ничего. Ничего не делать. Ну, я найду себе работу. Я прекрасный переводчик. Буду переводить. В крайнем случае, я уеду. У меня есть квартира в Париже. Буду жить себе в Париже. На французскую пенсию? На французскую пенсию. Сколько она? Я получаю американскую. А сколько она? Да небольшая, но неважно. Проживу. Проще всего сказать, да я ничего не буду делать. Ну, их всех. или пытаться что-то делать. Я и пытаюсь. Так что я просто... А что касается моего совета вам, у меня нет совета. Каждый это решает сам. Я никого не могу призвать на баррикады. Это даже непорядочно. У меня есть все-таки некоторые положения, так или иначе. Со мной, конечно, легко расправиться, но гораздо легче, например, с вами. Понимаете? Почему? Ну, потому что вы пока еще не набрали того веса. Вот. А обо мне даже будут писать Нью-Йорк Таймс. Понимаете? Вот это вот неприятно. Зачем? Так что мне кажется, что люди меня спрашивают, а как нам быть? Я говорю, вы знаете, я не раввин. Я не знаю, как быть. Я могу то сказать, как я. А вы сам, каждый сам решает свою судьбу. Но вы согласны, что вы работ... Ну, люди, которые учились бы журналистики, глядя на вас, то есть они приходят в профессию, чтобы стать как поздно. Это люди смотрят на человека, который занимается не до конца журналистикой. А что такое до конца? Ну, это все-таки журналистика, когда ты можешь высказывать, если аргументированно, если доказательство... Знаете, я вам скажу так, нигде в мире я не вижу этой журналистики. Я потерял работу в Америке, и вы знаете эту историю, да? Значит, попробуй, например, в независимых средствах массовой информации, Франции, Англии, Америки, хоть что-то сказать позитивное о России вы не скажете. Просто не дадут. Мы живем в таком мире. Да, в интернете да, пока. Потому что это совсем другое количество людей, в конце концов. Это такая вот, да. И я могу быть свободным в том случае, когда мне принадлежит это телевидение, и я сам себе хозяин. Ну, да. Но такого, в общем, нет. Такого нет. Поэтому тут не надо... Я считаю, что я делаю максимум того, что я могу, будучи журналистом. И зная, что где бы я не работал, я бы должен был идти на компромисс. На какой-нибудь. Должен был бы идти. Другого такого... Такого нет, чтобы без компромисса. Блиц. Я задаю несколько вопросов. Максимально... Я спрашиваю их. Задаю максимально коротко, а вы отвечаете... Максимально коротко. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вы можете отвечать развернуться. Тогда это не Блиц. Нет. А это не настоящий Блиц. Безусловно. Так же, как не настоящая журналистика, и Блиц у вас не настоящий. Это правда. Но я, по крайней мере, не претендую ни на настоящую журналистику, ни на Блиц. Русские девушки или француженки? Русские девушки. Россия, Европа? Европа. Хайп или андеграунд? Чего? Вы не знаете слово хайп? Нет. Забудьте. Андеграунд знаю. Да, хайп скоро пройдет, поэтому можете забыть. Бывали ли вы близки к тому, чтобы сделать татуировку? Нет. Почему? Да не нравится мне. Не ваша культура? Потому что я знаю, что я не смогу смыть никогда. А захочется? Может. Какие наркотики, кроме марихуаны, вы пробовали? Никаких. Только марихуана? Да. Вы не отказываетесь от слов про легалайз? Про что? Про легалайз. Про то, что декриминализация марихуаны... Я за, за. Владимир Познер наш человек. Три качества, которые бесят вас в других людях? Тупость. Зависть. Эписсимизм. Почти все про нас. Последнее матерное слово, которое вы произносили. Блядь. Вы счастливый человек? Да. Оказавшись перед Путиным в ближайший, в следующий раз, что вы ему скажете? У меня к нему длинный разговор. И я очень хотел бы, чтобы он согласился на интервью. И я несколько раз пытался, и несколько раз получал отказ. Но если я вам сейчас скажу, что я ему скажу, то он будет знать. А я бы этого не хотел. Это ваш стандартный ответ. Ну, это правда. Я про другое. Я не про интервью. А если бы вы сейчас шли по патриаршим прудам, ну, например, там прогуливался бы Владимир Путин. Один или под руку с кем. Неважно. Что бы вы ему сказали? Я бы спросил, как вы спите? Как вы спите? Спасибо большое, Владимир Иванович. Это было очень интересно. Ну, я рад, если интересно. Конкурс. Наша традиция. Мы приходим и обираем наших героев. И придумываем конкурс, чтобы участвовать. Лайки, колокольчики, все прочие ритуалы ютубные, которые нужно сделать. Мы придумаем задание для наших пользователей про нашего гостя. Задание для вас сейчас простое. Кого, на ваш взгляд, из интернет-героев Владимиру Познеру стоило бы пригласить к себе в программу? И почему? Вы должны написать имя, ну, или ник, большой русский босс, Оксимирон, прости господи, Хованский, кто угодно еще. И короткое объяснение, почему. Самый креативный, может быть, смешной вариант. Мы выберем и дадим приз. А какой приз? Значит, я, как вы знаете, человек, любящий спорт. И среди спортов, которые я пытался научиться играть, это баски. Играет такой спорт, да. Пилота. Пилота. Я, пытаясь научиться играть пилоту, порвал в плече вращательную маншетку. Есть такая вещь, была операция и все. Но чемпион Испании, вернее, басковской Испании по пилоте подарил мне мяч. Вот этот мяч и с его подписью. Какой это год? Вот, посмотрите. По-моему, это чуть ли не 12-й, 14-й даже. Ну, наш век. Да-да-да. Наш. Сумасшедший приз, друзья. Вы знаете, что делать в комментариях и все будет там. Спасибо большое. Пожалуйста.